В Тюмени раньше срока завершили строительство школы номер 30 на Московском тракте. Готовность образовательного учреждения к приему детей сегодня оценил губернатор Александр Мур. Вместе с ним по коридорам нового здания прошла и Елена Старожук. Ей слово. Мы находимся в новой школе номер 30 имени Федора Ефимовича Федорова на Московском тракте. Ранее здесь располагалось старое образовательное учреждение, которое со временем пришло в негодность. И вот когда возник вопрос проводить ли капитальный ремонт или все-таки возводить новое здание, было решено придерживаться второго варианта. Школу построили в рекордно короткие сроки, на строительство ушло меньше двух лет. И вот сегодня губернатор региона Александр Викторович Мур проверил готовность образовательного учреждения к началу учебного сезона. Школа полностью готова, все строительные работы закончены, вся школьная мебель и учебно-педагогический материал приобретен, расставлен. Педагоги приготовились, собственно говоря, все, школа полностью готова на 100% к началу учебного процесса. Здание школы рассчитано на 1100 мест в распоряжении школьников, 58 кабинетов. Общая площадь нового образовательного учреждения почти 19 тысяч квадратных метров. Все помещение распределено на несколько блоков. В первом располагаются учебные кабинеты, средние и старшие школы, специализированные кабинеты физики, биологии, химии, информатики, иностранного языка и многое-многое другое. Во втором пищеблок, обеденный зал на 550 мест, спортивный зал, актовый зал, лаборатория, наука, лаб. В третьем блоке учебные кабинеты начальной школы, гимнастический зал, логопункт. На четвертом этаже третьего блока располагается кинотеатр, имеется также свой радиоузел. Словом, не школа, а мечта. Каждое пространство организовано таким образом, чтобы можно было разнообразить деятельность как педагогов на уроках, так и детей в комфортных условиях на переменах. Несколько рекреаций есть, с помощью которых можно организовать подвижную деятельность детей на переменах. В этой школе есть все необходимое для качественного получения знаний и приятного времяпрепровождения. Не хватает только одного – детских голосов. Занятия в новой 30-й школе начнутся уже в понедельник. Елена Старожук, Евгений Проскуряков, Тюменская служба новостей.